Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шарменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Доброе утро, Евгений. В студии у нас сегодня Эверс Мелкалкснис. Простите, мне сложно на русском говорить латышскую фамилию. Все фамилии у меня удаются. Но, по-моему, все правильно сейчас сказала. И у нас на скайпе Моника Пормола. Доброе утро. Доброе утро, Моника. У нас скайпа не было с весны, как только открылось все. Мы опять начали гостей в студию звать. Это было прекрасно. Спасибо тебе большое. Но Моника у нас сегодня по скайпу не потому что какой-то карантин или что-то. Потому что Моника очень восстребованный сценограф и сейчас находится совсем в другой стране и готовит новый спектакль. Она только что отыграли премьеру в Лейпайе с Эверсом и режиссером Вестером Мейкшенисом. И сейчас у Моники новая работа с европейским режиссером. Моника Эверс, я сегодня хотела с вами поговорить про несколько событий, которые случились вот сейчас осенью, к которым вы причастны. Породине или вместе или как-то еще. И поговорить для наших слушателей, которые интересуются театром, о том, как в театр проникает перформанс. Что это такое для вас и как это можно объяснить зрителю? Ну что это такое? Это театр? Это не театр? Это высказывание художника? Или это какое-то просто событие, в котором вы пытаетесь, как бы артист, во всех смыслах артист, и артист, который находится на сцене, который занимается по-английски, скажем так, acting, тот, который играет, или он не играет. И вообще, что это такое? С чем это, как говорится по-русски, с чем это едят? И как это вообще относится к театру? И что делать людям, которые, в общем, привыкли смотреть такую привычную драматургию, нужно ли им вообще как-то открывать глаза на то, что существуют другие формы? Можно я вас об этом спрошу? Потому что мне кажется, что ваша последняя премьера в Лейпайе, хотя находится и на большой сцене, это спектакль «Демон» по известному произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Хотя он и на сцене, хотя он в классическом театре, хотя вроде как-то там есть и занавесы, и кулисы, и зрительские места. На мой взгляд, он очень под влиянием перформанса, потому что там внутри просто были какие-то для меня флешбеки от каких-то очень серьёзных, больших художественных произведений, которые я видела в жизни. И мне это очень нравится, потому что это та самая история с цитатами культурными, которая ведёт тебя как через какой-то лабиринт интересных вещей и приводит к новому высказыванию. То есть в целом получается некое новое высказывание. Извините, что я так долго говорила, я просто хотела вам сказать, в каком направлении я хотела бы вести разговор. Ну что, Эвардс, давай, ты здесь, ты первый. Ладно. Скажи мне, пожалуйста. Попытаюсь. Вопрос очень-очень интересный. На самом деле, когда я работаю, этот перформативитет, значит, что-то, что театр и к тому тоже перформативность в этом очень важна для меня. Ну и я попытаюсь как-то подумать об этом, что это есть, потому что для меня просто это там, но об этом вот так рассказывать, это тоже на русском может быть не так просто, но я попытаюсь. Ну, сперва подумаем, где вообще этот перформативити или перформанс, хэппенинг, акшн, появился. Где это появилось? Ну, конечно, в модернизме там вот дадаисты делали такие всякие смешные или не так уж серьезные хэппенинги, мы можем говорить. Вот выставки, где все было в темноте, и было важно, как люди к этому, ну, как они это увидят, какая это будет реакция. И, конечно, это вопрос, как вообще мы видим искусство, что это есть, как мы с этим работаем, что искусство вообще такое. И искусство, потому что перформанс же после Второй мировой войны, 50-е, 60-е годы, показалось, значит, появилось визуальное искусство, этот перформанс. То есть в перформанс вошло уже визуальное искусство, художники, которые, ну, то есть изначально же художники начали заниматься. Да. И почему это произошло? Потому что визуальные художники, у них не нравилось, что искусство можно продать. Значит, если он делает в галерее перформанс, придут люди, и они будут там, они увидят, что произойдет там. Но это нельзя взять в руки. Это не можно коммерциализировать, это не можно продать. И это была для них проблема, что если ты делаешь вот, значит, скульптуру или вот, как это, пейнтинг, значит, картину, это можно продать. И все, мы же знаем, какой рынок на самом деле. Ну, то есть есть материальная ценность, которая существует в неком предметном выражении. Ну, интересно, что в наших временах же тоже и перформанс можно продать, делается, значит, видео, и это где-то продается. Видеофиксация начинает продавать. Ну, это, конечно, такая дискурс из визуального искусства. Ну, вот второй половины 20 века началось вот больше и больше это перформативитет. И тоже в театре людям это понравилось, и где вот эти формы как-то сливаются, где вместе идут, например, танец. Это же тоже там не такой театр, как мы, ну, скажем, Пина Бауш. Там же тоже театр, но тоже танц. И вот какой-то вот этот уровень перформанса там уже есть, может быть, в каждом театре есть, в каждом спектакле есть этот перформативитет. Мне кажется, то, что ты сказала, события, вот это то, где мы можем говорить события, когда люди вместе, когда мы встречаемся художник и зритель. И когда, может быть, перформанс произойдет, когда, может быть, нет этой сцены, когда этот, где это происходит, тоже больше не театр. В общем, пространствами в некотором, да? В пространстве, да. Это событие, это встреча. И, ну, значит, мне кажется, там, где нету текста написан, там, где, может быть, мы делаем спектакль, но мы оставляем место для импровизации или что-то, потому что мы знаем, например, что вот будет спектакль, там вот такие, это будет структура. Рэперные точки какие-то, да, структура, скелет. Да, вот-вот. А всё остальное может нарастать каждый раз по-разному. И тоже, что зрители, например, если там мы говорим зрителям, что они скажут, что там, вот то, что происходит на месте, для меня вот это перформанс. И мне очень интересно это видеть, потому что это всегда по-другому, там есть эта энергия, которая только в этом вечере, вот только в этом событии, потому что мы здесь и теперь. Мне кажется, вот это перформанс, тиви, перформа, для меня вот это перформанс вот в театре. Моника, тогда я тебя спрошу, можно? Ты по образованию художник, художница, да, сценограф. Что, кто всё-таки зашёл первый на эту территорию? Это художники вторглись на территорию исполнительского искусства? Или это было какое-то взаимное движение, на твой взгляд? Вот что ты думаешь? Или это всё-таки художники более отважные пошли на чужую территорию вот этого перформанса, исполнения такого, да? Как на твой взгляд? Откуда пошло? Нет, ну давайте я конкретно про наше произведение, про демона. Ну я хотела сделать давным-давно спектакль, такой спектакль, которого я бы хотела увидеть в театре. Но не то, что не увидела, но здесь очень важно, как Эвертс сказал, что все компоненты в спектакле, они как-то одинаковы. Однаковы, что не можно сказать, что, ну как в театре, конечно, главное это актёр или драматургия, или потом уже концепт режиссёра, и там есть какая-то своя хирархия. Но здесь мы сделали, чтобы как-то и музыка, и свет, и актёр, и текст, и пространство, и Лермонтов, конечно, и режиссёр и так далее, что все были как-то, как и мы стояли на премьере, на поклоне, все в такой линейке, да, вот так и мы, в принципе, вот так и надо смотреть этот спектакль, да, что и это без какого-то, да, что нет такого, кто-то впереди этого произведения. Да, кто-то главнее, кто-то на втором плане, там этого нет. Там у каждого участника это важная роль в этом спектакле. Если можно, ещё один аспект, который для меня очень важен, мне кажется, тоже в этом спектакле это можно выйти. Это презент, как мы на русском кладбут, на алтышском, когда-то вот здесь. Когда мы показываем вот это всё. Нет, мне даже кажется, не показываем, но вот когда мы… Присутствие. Присутствие, да, да, да. Присутствие, всё, поняла. И когда очень, вот перформанс для меня, когда очень крепкое присутствие. Ну, подумаем о Марине Абрамович. Она сидит у стола, смотрит на зрителя или кого-то. Он даже не зритель, он Копра Дейтас, кто-то, кто вместе… Соучастник. Соучастник. И вот люди же там плакали, и что там всё произошло. Как она это делает? Без текста, без чего-то. Мне кажется, вот в перформансе это присутствие, это самое главное. И в театре иногда, мне кажется, что присутствие иногда не так крепкое, потому что этот текст и роль как-то делает актёра немножко, как он вматывается от себя и от своей персональности. Но это, как мы можем сказать, что если мы говорим про какой-то классический исторический театр с четвёртой стеной, с существованием там внутри на сцене этой коробочки, и зритель как наблюдатель просто того действия, на которое он приходит в театре, то перформанс, он разрушает это. И участие зрителя, соучастие зрителя становится соучастником того, что происходит с артистом, и только тогда вот это происходит, когда происходит это соединение. Я бы не сказал разрушает, потому что это немножко негативно, но мне кажется, что мы открываем пространство для ещё больше и больше всяких лейеров, значит… Слоёв, которые там скрыты, да. И тоже вот, например, персона актёра, да, когда он тоже как сам актёр там, и ты видишь… То есть он как сам он присутствует, не так, как тот образ, на который он на себя надевает, а как он. А вот в связи с этим, Моника, можно я тебя спрошу про перформанс, который был показан в последние дни лета, и к которому ты имеешь отношение, это Гуна Зариня. И перформанс, который был сделан в рамках фестиваля «Хома Новос», назывался «Принцесса не какают». Вот Гуна там, Зариня, она как актриса Гуна Зариня, или всё-таки у неё там… Или она там на глазах у зрителей меняет эти образы. Как это всё придумалось, вот вытащить актрису и поставить её на пьедестал, по сути, на большой рыночной площади. Я просто хочу сказать, что это действительно было, на мой взгляд, одно из серьёзных, больших, крупных событий в культуре Риги этого года. Моника, ты как соучастник этого процесса можешь нам об этом сказать? И как художник именно с этой точки зрения? Про этот перформанс. Да, но мне бы очень хотелось, чтобы Гуна сейчас была с нами и рассказала, потому что это абсолютно её такой актёрский, человеческий брейкаут. Ну, когда она поняла, что рассказать не просто про… Ну, сейчас я интерпретирую, конечно. А это… Не рассказать про свой… Как она чувствует… Нет, вот именно как она чувствует себя, как актриса и как человек. Потому что про кулисы, театральные закулисы и так далее, конечно, много спектаклей, фильмов и так далее, анекдотов и так далее. Но увидеть, как это… Вы знаете, когда зритель нашей идеи заказывал, были какие-то варианты три или четыре раза подряд монолог из спектакля наставшего Медея, и мы видим просто… Или смерть… Мы смотрим, как… Ну, это… Да, тогда, когда понятно этот механизм театра, который как бы для зрителя неважно знать. Ну, почему бы нет? Потому что это что-то, мне кажется, очень можно как-то открыть тоже какое-то что-то другое, смотря на все спектакли, и на актёра. Да, и почему место такое? Ну, да, это Гуна сама это место увидела, ей это показалось очень важно, такое, что она выставливается, как такой, ну, кусок мяса на рынке, продаётся. Да, как бы очень такой, кажется, ну, как сказать, на русском такое хардкор-соединение, да, вот что актёр себя сравнивает с чем-то таким, но, да, как-то правдиво, очень прямо. Я просто была рядом, я помогла, мне было очень интересно, просто вот это что-то очень… что-то другое, как демон, да, что-то в театре, на сцене. Это такой сайт-специфик проект, и там было интересно всё сделать на месте, из того, что есть там. И, конечно, да, там нет никакого фейка, всё правдиво, и потому это срабатывает, я думаю. Это был перформанс, который сыграли всего два раза в рамках фестиваля «Хома Новус», придуманный Гуны Зарине, актрисой, с поддержкой Моники Пормале, и ещё там была команда, поддерживающая студенты и техники. Это было на большой рыночной площади Витземского рынка, внутри домов, дворов. Я всё время думала о тех людях, которые жили в доме, которым каждый вечер разворачивалось представление. Они в окнах сидели, я видела, они там все вылезали, в окнах сидели, смотрели. И махали, и приветствовали нас, и да, очень поддерживали. Но это тоже часть перформанса стала, на самом деле, я об этом подумала, о том, как жизнь, вот такая бытовая жизнь, вдруг становится частью театра, когда люди просто выглядывали. Театр людей, да, 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 да. Все просто вокруг смотрели, и у нас даже была идея ставить с художником по свету, Оскар Паулович, мы даже, он хотел поставить один световой инструмент в одной квартире, чтобы лучше ещё попасть на гону с каким-то таким особенным лучом. Так что там, да, вот все этот квартал как-то, да, у нас было очень много зрителей. Я думаю, не на те, которые смотрели гону вот этот тайт, но вот те, которые были вокруг, в квартирах, там были полные окна. Да, там в гости люди приходили, и я, кстати, об этом вспомнила, что вообще весь этот перформанс, он очень отсылает к истории театра, когда действительно актёр был на рыночной площади, без каких-то поддерживающих технических сооружений, а вот выходил, и просто был такой, какой он есть, и когда на шоу продавали окна из квартир. Ну, для тех, кто мог себе это позволить, тем, кто не стоит внизу вас, то продавали окна в квартире. И я так думаю, что у вас там тоже было уже потом на второй перформанс, тем более, когда пошёл дождь, то те, кто сидели в квартирах у друзей, чувствовали себя абсолютно привилегированными зрителями. Оперные ложи. Это как оперные ложи были у них. Самые лучшие места. Да, Эйвардс, пожалуйста, я перебью. Спасибо. Это одна из этих стратегий нового театра, потому что там, где мы играем театр, это же дома, которые построены в XIX веку. И, как мы знаем, перед этого театр был, да, на площади, был в рынке, был где-то, не знаю… Во дворах. Во дворах. И это опять, мне кажется, всегда уже это так и было, что театр производит… Есть очень всякие эти формы театра, но в новом театре это очень важная, вот эта стратегия, как мы встречать другую аудиторию, не только тех, у которых есть деньги, есть социальный статус, идти в театр, показать, вот я был в опере на премьеру или вообще в опере, но всех людей и всяких людей, всяких социальных классов, и как их, ну, тоже, как это ко-продюсер, что это вместе делается. Например, был же один спектакль, где юноши делали свои костюмы и работали о теме мода, и что означает в наших временах, это всё время, что мы продуцируем новые… Обновляем гардеробы из года в год, да. В контексте с климатом, с климатной кризисом… Экологическое мышление, да. Да, и капитализмом, да. Вот что всякие люди попадают в театры, что театру не надо быть элитарным, театру не надо быть где-то вот в одном дому, потому что это означает, что мы можем вот только то, что в этом дому. В доме есть, мы можем в театре, в спектакле использовать, но мы можем сказать, что весь город сцена, и мы можем там делать театр, и с театром тоже показать фокус на чего-то, что происходит в городе, в нашей обществе и так далее. Я сейчас попробую сформулировать, ведь фестиваль «Хома-Ноус», по сути, весь, вся его программа является как будто бы одним большим событием, потому что каждая из его частей собирается потом и действительно путешествуя из разных мест города, сопровождая там разные проекты разных художников, у нас собирается цельная картина, которая, собственно, и представляет вот этот вот единый продукт. Моника, в связи с тем, что сказал сейчас Эвардс по поводу привилегий и ссылаясь на оперу, я хочу тебя спросить. Ты же работаешь в опере. Вы работаете с твоим коллегой, с твоим партнёром, режиссёром для Корнелем Мундруццо, для привилегированной публики? Или вы тоже, используя негативное слово, разрушаете эти границы, эти, как бы сказать, установки такие, да? Или вы работаете на сцене, совершенно меняя такой взгляд на оперу, как на элитарное искусство? Ну, это очень прекрасный и сложный вопрос, но вкратце, конечно, ну, сейчас, находясь в Женеве и делая оперу, я начала Макрополос Афера, конечно, зная уже эту публику, вот конкретного оперного театра, узнавая каждый день больше и больше этот город и людей, с которыми я работаю, конечно, я тоже не боюсь сказать, что это элитарная публика, в принципе, да, кто приходит, но это как бы нам не сюрприз, ну, мы это знаем, но мы очень стараемся, всё равно это, мы стараемся тогда, может быть, масштаб поменьше, да, но мы стараемся всё равно создать, ну, сотворить какое-то событие, ну, просто в рамке данными размерами и масштаба на сцене, что мы не делаем что-то в партере или в ложах, или на улице у театра, но мы просто стараемся как-то, да, разрушить эту стену какими-то, ну, чисто резисторскими и художественными концептами, например, да, что актёр у нас, певец у нас всегда важен как актёр, и не только чтобы, да, но тогда мы ставим как-то другие акценты, не только на пение, да, но тогда мы просто делаем как-то или стараемся чисто визуально какие-то, что это не просто такой оперный павильон, который прекрасно выглядит и прекрасен для пения, да, ну, какой-то, ну, не знаю, поставить огромную рыбу на сцене, например. Это не в Женеве, это в другом спектакле, в котором мы работаем сейчас, но это просто такой простой пример, да, как мы тогда, да, или много статистов, которые, или, например, опера, которые сейчас ещё параллельно я делаю в онлайне, в Перми, Дон Жуан с Маратом Гацаловым, что просто солисты у нас все вместе с оркестром, у нас пустая сцена, ну, как пустая, она там есть у нас художественная галерея, современная, и просто всё время на такой ленте всё время двигается произведение искусства. 90% — это произведение латышских художников, и просто мы, да, как-то монтируем вместе музыку и то, что мы видим, какие-то вот ощущения от картин, от инсталляции, что мы видим на сцене. Это тоже пример, как в опере для элитарной публики мы можем как-то, да, делать такие распространства, ну, поплощенное ему. Что-то, что побольше... Расширяете пространство, да, оперное? Да. То есть не остаетесь в тех рамках? Не только пространство, но пространство в таком, как мы говорили. В театрическом смысле. Говорили, да. Ну, не остаетесь в рамках каких-то установок, да, а пытаетесь растянуть эту коробочку для того, чтобы вместить в неё больше и дать зрителям больше впечатлений для обдумывания, для собственного какого-то развития и так далее. Возвращаясь... Я бы хотел немножко поговорить о опере, потому что я тоже работал в опере, и мне это очень интересует, и меня интересует тоже то, что на немецком называется театр музыки, это опера и тоже всякие новые формы. Например, то, что мы делали в Лепае с демоном, это что-то, что мы можем смотреть в традиции оперы, потому что музыка там самая важная, без музыки мы не можем это сыграть. Извини, я спрошу. Моника. Да? Всё демократично. Всё на одном уровне, да, Моника? Да-да-да. Мне очень сложно вот этот спектакль как-то представить без музыки прекрасного джазового трио «Чудо», «Саузен», «Чарут», «Юньян». Это просто невозможно, но всё равно. Да, Эвард, скажи дальше, но в принципе я думаю, что там демон в Лепа невозможен без... Ну, как бы не... Без ничего. Каждая важная. Без музыки, я думаю, и без визуального какого-то решения. Абсолютно. Это просто не отнять ни одного компонента. Да-да-да, я тебе абсолютно с этим пекри... Пекри, то как это значит? Согласен, согласен. Абсолютно. Но просто я хотел поговорить об этом, как мы эту музыку... Как, если мы думаем о традиции оперы, где музыка в опере, где... Как мы с этим работаем, да, этот co-prodition, в принципе, где-то что мы вместе это делаем. Мне кажется, очень интересно, что в опере у нас даётся партитура, и мы идём... Это написано уже. Или композитор пишет, и мы можем об этом говорить, но это не так просто. Но вот здесь они джазовые музыканты, и мы делали это тоже на месте. Вот то, что тоже как форма работы, очень интересная, что мы... У Матиса есть тема, идея, он знает, что мы... У композитора. У композитора, да. Точнее. Он знает, что мы хотим на сцене сделать, но тогда мы сидим вместе и думаем об этом, и он тоже импровизирует. И в последние недели, когда уже сцена была там, они видели вот всё, что очень фантастические работы Моники и тоже актёров, они с этим работали и тоже давали импулс им, актёрам, и актёры, и то, что актёры делали, они в музыке, ну как это, побольше давали ещё энергию, и, ну как это, отбалстые, значит... Поддержка вся взаимная, да, была? Вот что-то такая новая форма, которая, мне кажется, вот театр музыки, это вот этот, это новый, интересный... Нет, ну там есть, конечно, можно сравнить всё с оперной, какой-то такой пространством, тоже, что наши музыканты тоже были как бы перед сценой, как в оперной яме, и, конечно, музыка была как такой портал, и через музыку мы, типа, шли глубже дальше, и, конечно, да, в таком смысле это как в опере, что музыка тоже делает этот занавес, эту четвёртую стену, да, через музыку, да, мы просто вообще начинаем это своё путешествие. К демону. Да, четвёртая стена очень эмоциональная, вот то, что мне нравится музыке и интересует, что она работает так эмоционально, театр иногда может быть немножко порациональный, ты можешь вот слушать тексты, думать об этом, но музыка всегда, если это, конечно, хорошая музыка, она берёт тебя... За душу. Да. Да, но я хочу спросить, в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем и в связи с тем, что мы говорим, в спектакле «Демон» есть же элементы импровизации. Я так понимаю, что они связаны как раз со всем и с визуальным решением, потому что, Моника, никогда не знаешь, как актриса дорисует вот эту картину на стене в своём перформансе, или мы никогда не знаем, как будет оборван там в финале вот этот прекрасный ваш занавес, который, ну, как становится полуразрушенным в финале. всегда есть элемент нестабильного какого-то, да, существования на сцене. Также, я так понимаю, у актёров эта нестабильность есть в игре, у них нет точных... У них есть точки, но они там могут внутри передвигаться или общаться и менять голос, и взаимоотношения, и что-то ещё. У них есть элемент импровизации. Также, поэтому, я так думаю, что не случайно это джазовое трио, которое, в принципе, существует на импровизации, и там нет такой жёсткой партитуры. Как сохранить на сцене такой большой продукт со столькими элементами импровизационного риска? Вот потому что в опере есть дирижёр, да, человек, который стоит, и, в общем, в любой момент времени все знают, что есть дирижёр, который точно знает, что должно сейчас произойти. Как вот этот элемент импровизации современного искусства, за что я его очень люблю, когда ты не знаешь, куда оно повернётся в следующий раз, но в таком сложно сочинённом продукте, я назову это продукт, потому что, ну, с точки зрения, как говорит, продакшн, да, от того, что вы его создали, как в этом сложно сочинённом продукте столько, действительно, элементов непредсказуемых которые могут повернуть это действие совершенно в другую сторону, как это вот вы на такой риск пошли втроём и решили это сделать? Моника, можно я тебя спрошу? Ведь сценография в театре обычно это самая стабильная часть спектакля, а ты придумала такую сценографию, которая позволяет себе элементы изменений во время действия? Знаете, не было бы у нас один прогон, где, ну да, тогда я должна немножко рассказать про такой момент в спектакле у нас, значит, есть, актриса, она делает свой перформанс с краской, и она делает вся своим телом, волосами, и делает это, и эта краска, она тоже на сцену попадает из, как же по-русски, копета? Да, из копировальной большой машины. и это происходит на сцене, и это однажды не произошло, просто эта машина застряла, она не открылась, краска не потекла, и в принципе понятно в одной секунде, что ну вообще ничего не понятно, что кажется, что спектакль надо ну не остановить, потому что ну выпадает очень огромный кусок, актрисе вообще нечего делать, в принципе, и, конечно, среагировали технические как бы люди и просто вылили эту краску из-за кулиси, просто так с ведром вылили на пол, и всё произошло, и всё продолжалось. И знаете, у меня как раз в этом спектакле были мои студенты из художественной академии, они смотрели, я была, конечно, ну, так, легко говоря, очень недовольна, но, в принципе, для меня это был тоже какой-то шок, потому что, правда, сценография, это, ну, я уже привыкла в чём-то, что построили, что и есть, но они вообще не поняли, о чём речь, вообще, как бы, что там не было, как, как, в чём проблема, так что, ну, да, риск есть, и в этом спектакле он очень большой, потому что там, например, и мы используем огонь, который, в принципе, да, невозможно в театрах, но эта стихия была очень важна в этом спектакле, как метафора демона, да, не только вот в таком человеческом образе, да, но вот как, и там были конечно очень такие, и я, ну, я, в принципе, и тоже Вестеру говорила режиссёру, что мы должны быть готовы, что что-то не будет, но всегда будет что-то, не будет пустое место, это тоже важно сказать, если там что-то, ну, как вот рассказала про перформанс актрис, или что-то не, не асдексес, что-то не случится, что должно быть, не будет зажигать. Да, что это всё равно, а будет что-то другое, и это просто прекрасно, вот это, вот это есть, тот живой театр, что означает импровизация, и абсолютно, и потому что с музыкой же это всё тоже связано, и они тоже сразу реагируют, но мы все очень как бы живые организмы, и очень, да, должны быть очень чувствительны, и вообще я смотрела, как актёры, и как музыканты, они готовились к этому спектаклю, они всегда были раньше, они как-то себя настраивали всегда, вот на этот спектакль, я раньше это не видела в театрах, но актёры, каждый там сделает, наверное, свою работу, но здесь была правда, что все приходили раньше, и как-то себя настраивали на какую-то фреквенцию особенную, да, чтобы вот эту готовность, заполнить пустоту, готовность к импровизации, готовность к ошибками, которые, в принципе, не ошибки, это понятно, да, ну вот там надо какой-то особенный настрой на это, и все это как-то поняли, и делали, да, перед спектаклем. Спасибо, Моника, извините, мы с вами так прекрасно говорили, что заговорились уже до финала, и мне кажется очень хорошо, что мы закончим на том, что театр вообще, и перформанс, и любые формы театрального искусства, и музыкального искусства, и художественных, визуальных практик, да, они все зависят от того, насколько живой участник этого процесса, и это относится и к зрителю тоже, потому что если зритель живой, и живо реагирует, и чувствителен так же, как и те художники, которые для него работают, случаются самые настоящие чудеса и волшебство вот этого искусства. Да, абсолютно. Да, спасибо большое, если кто-то хочет увидеть демона, собирайтесь 20-21 ноября, теперь уже только, да, собирайтесь в Лейпаю, пожалуйста. Это Лермонтов, все знают эту историю. Да. Спасибо большое. Спасибо большое тоже за разговор. Спасибо. Спасибо, Моника. Хорошего тебе швейцарского оперного дела. Приезжайте 20 октября. Удачи, Моника, спасибо.